Доброго времени суток дорогие телезрители в эфире национальной вещательной компании САХА первый выпуск программы про авто 14 в рамках данного нового проекта мы будем обсуждать темы и поднимать вопросы которые связаны с безопасностью дорожного движения в студии работает власий сергеев в последующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации итак смотрите в сегодняшнем выпуске статистика происшествий что случилось на дорогах республики за последние недели безопасные пассажирские перевозки какие требования существуют к водителю предоставляющему услугу и какие меры может предпринять пассажир чтобы обезопасить поездку узнаем у эксперта последовательность действий что делать если вы вы управляя транспортным средством задели другое авто на стоянке или парковке развлечения во время каникул без происшествий как выбрать безопасную горку для спуска и какие требования к ним существуют повторение мать учения свои знания пдд в нашей студии проверит актер блогер и юморист виталий щукин итак а в начале нашего выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона с начала года по состоянию на 15 марта на дорогах республики зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествий что на 10,5 процента меньше чем за аналогичный период прошлого года в результате автоварии в этом году погибли 4 человека в 2020 году за такой же период 12 травмы различной степени тяжести получили 150 человек в прошлом году 154 человека произошло 7 дорожных происшествий с участием несовершеннолетних в результате 7 детей были травмированы по сравнению с прошлым годом аварийность с участием детей и подростков снизилась на 50 процентов также на 50 процентов отмечается снижение числа дтп с участием водителей находящихся в состоянии опьянения в двух авариях по вине нетрезвых водителей травмы получили 9 человек по числу травмированных по вине пьяных водителей рост составил 28,5 процента только за последнюю неделю сотрудниками госавтоинспекции республики выявлено более 9 тысяч различных нарушений правил дорожного движения задержанные отстранены от управления транспортным средством 90 водителей в том числе 12 севших за руль в состоянии опьянения повторно тут хотелось бы отметить что за такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 уголовного кодекса российской федерации резонансное дорожно-транспортное происшествие случилось в нюрбинском улусе с участием микроавтобуса 14 марта на 791 километре автодороги Вилюй микроавтобус ФАВ с пассажирами следовавший из города Нюрба в село Антоновка пропустив нужный поворот остановился на проезжей части в этот момент с ним столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Тойота Хайс в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 пассажиров и водитель микроавтобуса лишь по счастливой случайности невредимыми остались только самые маленькие пассажиры в ходе разбирательства было установлено что услугу по перевозке пассажиров водитель микроавтобуса оказывал не имея лицензии проведенное свидетельствование на состояние опьянения выявило у водителя грузовика 0,19 миллиграмм этанола в литре выдыхаемого воздуха со слов 30-летнего мужчины он употреблял спиртные напитки предыдущим днем в отношении него был составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения по факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации проводится дальнейшая проверка которая установит все обстоятельства и причины происшествия услуги пассажирских перевозок всегда пользуются большим спросом в нашем регионе к сожалению по халатности водителей жизни и здоровья пассажиров могут подвергаться опасности о ситуации в регионе с пассажирскими перевозками о том как сделать их более безопасными нам расскажет начальник отделения технического надзора управления государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД по республике Саха-Якутия Алексей Евгеньевич Кривошеев так действительно проблема существует вот по безопасности пассажирских перевозок и расскажите нам вот какие вообще требования вот существуют к водителям добрый день прежде всего к водителям конечно существуют те требования которые ко всем водителям водитель должен быть установлен в порядке допущен к участию в дорожном движении то есть иметь водительское удостоверение категории транспортных средства которым он управляет но если мы говорим уже о пассажирских перевозках конечно там более детальное расписано например водитель легкового такси должен иметь стаж не менее трех лет общий стаж если это мы говорим о пассажирских перевозках групп детей автобусами то водитель должен иметь стаж не менее двух лет и один год в качестве водителя автобуса именно ну и дальнейшие там требования уже идут в соответствии с законодательством перевозчикам много требований предъявляется также и к Транспортным средством, начиная от того комплекса мероприятий по допуску транспортного средства к эксплуатации, это проведение технического осмотра регулярное, чаще чем у других транспортных средств, раз в полгода у нас предусмотрено 170-м федеральным законом, и поддержание его в таком состоянии технически исправно на продолжение всего времени эксплуатации. Вот это, конечно, основные требования, которые у нас действуют в сфере перевозок пассажиров и багажа. Алексей Евгеньевич, в начале нашего разговора мы затронули тему, что существуют отдельные требования водителям, которые осуществляют перевозку, пассажирские перевозки именно детей. Скажу большое спасибо за вопрос, потому что у нас регулярно выявляется нарушение правил перевозок организованных групп детей. И как бывают выявлены факты, когда именно сотрудники образовательных организаций, не зная установленных правил по организованной перевозке групп детей автобусами, начинают вот такие перевозки. Находят где-то автобусы, не предназначенные для этих целей, и начинают возить детей. Я тут отмечу, что любому, кто запланировал организованную перевозку группы детей, это более 8 детей, подчеркну, беззаконных представителей, это родители могут быть, бабушки, дедушки. Если группа едет, ну, скажем, по-простому, это спортивные мероприятия или какая-то школьная программа, возможно, то, конечно же, прежде всего необходимо ознакомиться с постановлением правительства, которое регламентирует досконально, как там все, что расписано по каждому пункту. Основное отмечу, что прежде всего должны подать уведомления в Государственную автомобильную инспекцию. Если эта перевозка осуществляется в пределах города, то не менее чем за сутки, если это межрайонная перевозка, то, конечно же, раньше нам надо. Не менее чем за двух суток прописано в постановлении правительства, но я рекомендую подавать раньше, как только вы определились с автобусом, с водителем. Для того, чтобы мы могли проверить водителя на возможность его осуществления такой перевозки, проверить автобус. Также на возможность осуществления такой перевозки, как я подчеркну, не все автобусы могут возить детей, там требования определенные. И уже спокойно, получив разрешение наше или какие-то рекомендации, начинать перевозку. Вот это прежде всего. Алексей Евгеньевич, среди наших телезрителей может быть человек, который имеет автотранспорт, который отвечает требованиям, и он хочет заняться пассажирскими перевозками. Как же ему получить лицензию, если, допустим, у него с авто все в порядке? Что делать с лицензией? Я тоже скажу так, чтобы было доступно и понятно. Лицензию у нас, повторюсь, выдает Восточно-Сибирское межрегиональное управление Государственного автодорожного надзора. Телефон запишите, по которому можно получить консультацию 45 00 32. И сайт у них также есть. Прямо в поисковике вводите данные межрегионального государственного автодорожного надзора. Восточно-Сибирское межрегиональное управление Государственного автодорожного надзора. Выйдет их в сайт, и там есть информация для соискателей лицензии, какие необходимо документы получить. И сроки подачи и требования. По легковому такси, то же самое у нас Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Надзорный орган по такси легковому. И, соответственно, разрешение на вид этой деятельности выдают они. Телефон 508-546. Также у них есть сайт, и они принимают заявки на выдачу разрешения прямо даже через сайт. Что же может требовать пассажир перед началом поездки, если он хочет убедиться в безопасности предоставляемой услуги? Что вправе требовать пассажир? Хорошо, хороший вопрос. Мы тоже все время пытаемся достучаться до пассажиров. Прежде всего, перед началом поездки поинтересоваться, когда вы заказываете, имеет ли водитель разрешительные документы. Это разрешение или лицензия? О том, уже когда ответили вам положительно, уже заказывать этот такси или заказывать этот особо межрайонные перевозки нас беспокоит. Потому что у нас, как правило, в ненаселенных пунктах дорожно-трансные происшествия имеют особую тяжесть последствий, более значительную, чем в городах и населенных пунктах. Поэтому дальние поездки обязательно просите. При посадке, уже когда автобус подошел, микроавтобус, необходимо посмотреть, в салоне должна быть размещена информация о перевозчике. Это предписано законодательством, постановление правительства также соответствующее есть об организации. Что мы часто видим в маршрутных автобусах, да? Да, это те же самые требования. Если это микроавтобус категории D, такая информация о лицензии, как правило, размещается. Если это легковое такси, то информация о перевозчике и контрольно-надзорном органе, который, это министерство транспорта, телефон, размещается. Итак, Алексей Евгеньевич, большое спасибо, что уделили нам время и рассказали нам и нашим телезрителям о правилах безопасных пассажирских перевозок. Ну, итак, дорогие телезрители, помните эти правила, требуйте от водителей лицензии и, конечно, сами о своей безопасности тоже не забывайте. Итак, друзья, мы идем далее. Дорожно-транспортные происшествия случаются не только на проезжей части. Столкновения бывают и на стоянках, и парковках. Что же делать, если вы задели при таких обстоятельствах чужое авто? Узнаете из следующего материала. В жизни бывает всякое. И нет ничего грустнее утренней находки, как царапина или какое-либо другое повреждение на вашем автомобиле. Как же быть в этом случае? Обязательно в первом, да, в алгоритме, как говорится, надо позвонить в дежурную часть 100 и 127 ГИБДД, дежурную часть ГИБДД. Далее звоним, они вам подскажут, что сделать. Обычно фотографируют с четырех сторон, потом приезжают, пишут объяснение. И, конечно, уже дело на завтрашний день уже отписывается по оставлению, по 12-27 части второй называется, оставление места ДТП, будучи участником. В заявлении должно указываться место, время, чтобы было полное составление вот этих материалов. Далее мы возбуждаем административное расследование по данному факту, по заявлению, да, по 707, потом дали 736 приказу и возбуждаем административное расследование на основании 28.7 КОАП РФ. Административное расследование у нас по заявлениям длится 3 месяца с момента подачи заявления. И далее уже по КОАПу, конечно, у нас статья по оставлению места ДТП, это статья судебная. Далее наказание предусматривает до 15 суток ареста, а также до года лишения прав. У нас по городу Якутска очень много камер по безопасному городу. Далее мы смотрим про программу АПК «Поток». Поэтому, в принципе, да, на сегодняшний день у нас разыскаемость по данному направлению 98%. Если даже вы виновное лицо, то лучше оповестите 127. В таком случае у вас умысел оставления места ДТП уже не будет. Что, если после подачи заявления удалось найти виновника и решить вопрос мирным путем? У нас в КОАПе, да, в Кодексе об административных правонарушениях, у нас нет такого понятия. Раз вы подали заявление, вы не можете мириться. И мы уже, как положено, по 28.7 возбуждаем административное расследование, все проводим, оформляем. А потом уже вы в суде можете примириться, потому что это статья судебная. То, если обнаружится, что повреждение сделано не транспортным средством, а действами хулиганского характера. Там уже усматривается повреждение чужого имущества. Это уже уголовно-профессуальный кодекс, который усматривает 144-145, который непосредственно ГИБДД. Настоятельно советуем делать осмотр транспортного средства перед и после использования. Не теряйте бдительность. От этого может зависеть сохранность вашего автомобиля. Если случилось дорожно-транспортное происшествие, обязательно в первую очередь оповестите, позвоните в дежурную часть ГИБДД 127. Это в первую очередь. Каникулы не за горами. Весной одним из излюбленных занятий для детей является катание с горок. К ним, кстати, существует целый ряд требований. Тема продолжит Максим Гоголев. Погодные условия стали благоприятными, так сказать. Ну и, соответственно, гораздо потеплево. День, как говорится, у нас стал длиннее. Ну и, соответственно, дети на каникулах дома-то сидеть не будут в любом случае. Поэтому в таких случаях хотелось бы еще раз обратиться к родителям, чтобы они провели с ними дополнительные беседы по правилам дорожного движения. Ну и, соответственно, по стихийным горкам, так называемым, да, которые у нас обычно появляются в дворовых территориях. Соответственно, опять же, надо выбирать горки правильно. То есть у нас есть сейчас в данное время уже специализированные горки. Ну, такие, как на площадях, такие, как, ну, есть специальные городки. И как раз-таки едем сейчас вот в такое место, да, организованное, как городок ледовый. И на месте узнаем, какие мероприятия проводят по технике безопасности. Скажите, как часто проводятся здесь проверки? Ну, мы проводим проверки не только здесь. Мы проводим проверки по всем местам, где есть такие технические средства, как снегоход, да. У нас проводятся такие мероприятия, в основном, во время открытия. Ну и, соответственно, планово в середине и в конце. Ну, конечно, не каждую неделю, да. Нам, в принципе, совместно с Гостехнодзором хватает пару раз провести проверку, чтобы, опять же, соблюдали все меры безопасности, ну и технику безопасности, для того, чтобы никто не получил травмы. Я вот с 2017 года работаю здесь бронистом, вот, катаю детей. Ну, перед началом работы, как поехать, надо скидать, ну, как сказать, проводим инструктаж обязательно. Не прыгать, не вставать, руки не отпускать. Бананы идут двойные, они вообще, в принципе, не переворачиваются. Это безопасный вид аттракционов. Техника безопасности по нашим ледовым горкам, на каждой горке у нас индивидуально стоит правило поведения на горке. Более высокие горки там пускают по очереди, когда с выката все выкатились, сопровождают, только тогда пускают. Каждый день проводится инструктаж наших работников, операторов ледовых горок. И проводится техническое состояние, проверка технического состояния наших горок. Перед каникулами также инспектора, опять же, ходят по школам, организовывают лекции. Ну, и также у нас сейчас есть в школах мобильные автогородки, которым мы уже в игровом процессе, так сказать, да, ну, и практически уже показываем, как правильно переходить дорогу. А также в случае, если перевозить детей в машине, дети должны сидеть в автокреслах и быть пристегнуты. Это самый безопасный способ перевозки ваших чаток. Ну, а сейчас мы хотим приступить к нашей рубрике, в рамках которой известные люди будут проверять свои знания правил безопасности дорожного движения. Наш экспресс-тест будет состоять из 10 вопросов. И первым участником данной рубрики будет актер, блогер и юморист Виталий Щукин. Вопрос номер один. Где вы должны остановиться перед знаком, перед перекрестком, перед краем пересекаемой проезжей части? Так, перед знаком, получается, перед знаком нужно остановиться. Ну, это не стоп-линия, но... Так, все, ответ один. Вопрос номер два. При движении прямо вы должны остановиться перед стоп-линией, можете продолжить движение через перекресток без остановки и должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Так, нужно определить, ситуацию нужно оценить вначале, понятно. Так, справа, слева машина есть, нет, сзади там посмотрел. Так, ну, по-любому нужно так. Да, ну, я должен уступить по-любому дорогу другим. Должен уступить дорогу транспортным средствам. Ответ три. Все. Окей. Вопрос номер три. Эти знаки предупреждают вас о наличии через 500 метров опасных поворотов, о том, что на расстоянии 150-300 метров за дорожным знаком начнется участок дороги протяженностью 500 метров с опасными поворотами, о том, что сразу за знаком начнется участок с протяженностью 500 метров с опасными поворотами. Здесь через 500 метров будут опасные повороты. Но ответ не знаю. Тут раз, два, три. Я знаю, что через 500 метров будет, типа, повороты жесткие, но потом тут... А наличие через 500 метров опасных поворотов? Все, первое. Вопрос номер 4. Вы намерены продолжить движение по главной дороге? Обязаны ли вы при этом включить указатели правого поворота? Обязаны. Обязаны только при наличии движущегося сзади транспортного средства. Не обязаны. В любом случае, когда поворачиваете куда-то, всегда показываете поворотку. Это главное правило. Нужно всегда поворачивать. Пятый вопрос. Сколько проезжих частей имеет данная дорога? Одну, две, четыре. Так, в этом вопросе проезжая часть одна, но тут же не про полосы говорят, а проезжая часть одна. Надеюсь, правильно. Вопрос 6. Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине? Обойти автомобиль спереди, обойти автомобиль сзади – допустимы оба варианта. Так, водителю при высадке из автомобиля. Так, если водитель выходит, то тут, ну смотря откуда дверь справа-слева, нет? Праворольная или леворольная? Леворольная, да? Так. Так, ну, по-любому нужно обойти автомобиль сзади. Нет? Ну, вопрос номер 7. При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется большим, чем в действительности, соответствующим действительности и меньшим, чем в действительности. Расстояние кажется, что дальше выглядит. Ну, типа, выглядит. Ну, вы поняли, короче. Всегда это обман. Туман пытается обмануть вас. Вы не верьте ему. На самом деле ближе предметы, чем на самом деле. Вопрос номер 8. Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует, изменяя скорость движения и передачи в зависимости от состояния дороги, на заранее выбранной пониженной передаче без резких поворотов и остановок, на заранее выбранной повышенной передаче без резких поворотов и остановок. Вопрос номер 9. Более устойчив против опрокидывания на повороте легковой автомобиль без пассажиров и груза, без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике, с пассажирами, но без груза, с пассажирами и грузом. Ну, смотри, с какой скоростью едет машина. Если грузовик едет, и тут легкая, и все. Инерции. Чем легче машина, тем меньше шанс перевернуться. Но это моя логика. Вы не следуете моей логике. Я не всегда прав. Более устойчиво. Без пассажира и груза. Все. Первый ответ. Последний вопрос. При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать противотуманные фары только отдельно от ближнего или дальнего света фар, только совместно с ближним или дальним светом фар, как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар. Так. При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать противотуманные фары, противотуманные, противоугонные фары, только совместно с ближним или дальним светом фар. Отдельно противотуманки нельзя использовать. Добрый день. Ну, Виталий, вы немного ошиблись. Конечно, не во всех вопросах. В первом вопросе. У нас с вами установлен знак 2.5. Движение без остановки запрещено. Остановиться в данном случае мы должны перед краем пересекаемой проезжей части, потому что знак этот устанавливается в местах с ограниченной обзорностью. И при отсутствии ступлений останавливаемся так, чтобы нам было видно дорогу с обоих сторон. Во втором вопросе, к сожалению, также вы допустили ошибку, так как у нас с вами горит разрешающий зеленый сигнал светофора. В таком случае знаки приоритета не действуют. Так. В третьем вопросе, к сожалению, также вы допустили ошибку. Предупреждающие знаки устанавливаются в населенных пунктах за 50-100 метров до перекрестка. Вне населенного пункта данные знаки устанавливаются, извиняюсь, не до перекрестка, до опасного участка. А вне населенного пункта данные знаки устанавливаются за 150-300 метров до опасного участка. А табличка со стрелочками говорит протяженность самого опасного участка. Итого получается, что через 150-300 метров у нас начнется участок с опасными поворотами протяженностью 500 метров. По сигналам поворота вы молодец, ответили правильно. По проезжим частям вы также ответили правильно. Двойная сплошная линия разметки не является разделительной полосой, поэтому она не делит дорогу на две проезжие части. Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля? Конечно, в правилах дорожного движения рассматриваются обычные классические автомобили, то есть с левым рулем. И, соответственно, выходя из автомобиля, водитель должен идти навстречу потоку транспортному для того, чтобы обеспечить себе безопасность движения. Поэтому вы ответили правильно. При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется большим, чем в действительности. То есть на самом деле предметы находятся ближе. Туман размывает контуры границ предметов. За счет этого, да, вы ответили правильно, молодец. Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует, конечно же, на пониженной передаче без резких поворотов и остановок. На двоечку поставил, прокатился. Более устойчив против опрокидывания на повороте легковой автомобиль. С пассажиром, наверное, да? Нет. Наоборот, вы ответили правильно, но логика у вас была не совсем верна. Да. Дело в том, что чем ниже центр тяжести у автомобиля, тем меньше опрокидывающий момент. Соответственно, самая тяжелая у нас с вами двигатель и ходовая часть. Поэтому чем больше мы нагружаем автомобиль, садятся пассажиры, укладываем груз, тем выше у нас с вами становится центр тяжести и тем больше опрокидывающий момент. Ну, это физика. При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать противотуманные фары только совместно с ближним или дальним светом фар. Противотуманки можно использовать отдельно, но только в одном случае, если мы их используем вместо дневных ходовых огней. То есть, если автомобиль не оборудован. Ответили правильно. Ну, в принципе, для неподготовленного человека, который не был готов к сегодняшнему тесту, 7 вопросов из 10. Я думаю, что это очень хорошо. Будьте добрыми водителями. На этом наша программа подходит к концу. Дорогие телезрители, будьте внимательны на дорогах, на проезжей части, соблюдайте правила безопасности дорожного движения, берегите себя и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире.